Кэшбэк 10% на всё. Закажите дебетовую альфа-карту с вечным бесплатным обслуживанием. Так, ладно. Пора снимать ролик. Посмотрим, про какую пушку нам лучше снять видео. Посмотрим в оружейной комнате. Так, есть что интересное? Блин, ну не знаю, это мы всё уже показывали. Проверим оружейную номер 2. Я в неё редко захожу. Здесь у нас много антикварного оружия. Довольно старого. А, вот крутая штука. Винчестер 1887 года, как в фильме Терминатор 2. А ещё у нас есть вот такой вот новомодный гранатомёт. Ну так может новый прототип покажем? Правда? Думаешь? Ну не знаю, в комментариях будто бы... Многие недовольны, когда мы делаем видео про К-50. Ну давай попробуем. Как дела, мои ненаглядные мамкины ютуберы? Всё правильно, снова пришло время поговорить об АК-50. Мы не говорили о ней вот уже пару месяцев, и на это есть пара причин. Первое. Мы не тратим всё наше рабочее время только на пятидесятку, а только свободное время и когда приходит вдохновение. И второе. Я не хочу делать выпуски о ней слишком часто, так как мне почти нечего будет вам рассказать. Я жду, пока накопится достаточно изменений для того, чтобы их полноценно обсудить. И сейчас, как вы видите, настало то время, когда нам можно обсудить, на каком именно этапе находится наш почти готовый проект третьей версии АК-50. Давайте обсудим, что это вообще такое. То есть это, не это, это гранатомёт. Давайте-ка я быстренько уберу его на место. Давай домой. Отлично. Что это такое? Специально для тех из вас, кто подписался на канал в последние пару месяцев и не знает, что такое АК-50, так как со времени прошлого выпуска об АК-50 у нас прибавилось пара сотен тысяч подписчиков. АК-50 — это проект, проект, который мы разрабатываем вот уже несколько лет. И его цель — построить полуавтоматическую винтовку под патрон 50 BMG на базе конструкции Калашникова. Что звучит жёстко, и я уверяю вас, это ещё жёстче. Она прям так и сказала. Многие люди слышат о 50-ом калибре и говорят, «Я видел АР-15 в местном оружейном магазине под патрон 50 Биовульф, почему бы вам не использовать его?» Ну, во-первых, 50 Биовульф — херня полная, и он мне не нравится. А во-вторых, мы уже это сделали. Это было очень просто, это в-третьих. Этот патрон буквально был разработан для использования в АР-15, специально приспособлен для полуавтоматических винтовок под промежуточный патрон. Он даже рядом не стоял с патроном 50 BMG. Это очень-очень разные патроны. Подписчики Брэндона Эреры. Люди, которые писают сидя. А кем ты хочешь быть? Не будь таким, подпишись. Вы можете сказать, «Брэндон, он же не выглядит как АК, где же деревянная фурнитура?» Он не будет внешне выглядеть на 100% как Калашников. При увеличении размеров, во-первых, на него будет действовать закон квадрата куба. Загуглите. Он не сможет быть один в один, как обычный АК. Физика так не работает. И во-вторых, при увеличении размеров оружия, человек все же остается прежних размеров. Длина приклада, расстояние между плечевым упором и областью, где расположен спусковой крючок, должно оставаться прежних размеров, несмотря на размеры оружия и используемый калибр. Нам пришлось проявить фантазию. При разработке перед нами вставали неожиданные проблемы, и я думаю, мы проделали довольно интересную работу в процессе их решения. При этом пытаясь максимально сохранить конструкцию АК. Автоматика этого оружия на 100% от Калашникова. Здесь есть газовая система, используется поворотный затвор и длинноходный газовый поршень. Даже ударно-спусковой механизм остался оригинальный. Здесь можно использовать стандартный УСМ Калашникова. И еще стандартная пистолетная рукоять АК. Я думаю, этого уже достаточно. И, кстати, для многих технических решений мы черпали вдохновение из других версий АК и других моделей советского оружия, которые также разрабатывал Михаил Калашников, например, ПКМ. Возможно, вы помните, как в прошлом выпуске об АК-50, мы обсуждали пару таких деталей, напечатанных на 3D-принтере в качестве макетов. С тех пор мы еще редактировали чертежи каждой из тех деталей, вносили небольшие правки для улучшения их работы. Но здесь у нас почти все напечатано на 3D-принтере. Есть парочка оригинальных деталей, например, пистолетная рукоять. Но в основном почти все детали этого макета из 3D-принтера. Мы хотели вживую посмотреть на работу всех деталей и механизмов в собранном состоянии, убедиться, что чертежи правильные, и все работает так, как задумано, перед тем, как мы сделаем все детали из металла, что очень дорого и занимает кучу времени. Даже то, что сейчас перед вами, этот макет из 3D-принтера, это сотни человека-часов, возможно, тысячи человека-часов, потраченных на то, чтобы довести третью версию АК-50 до этой стадии. Подобная инженерно-конструкторская деятельность стоит очень недешево. Поэтому обычно на этом моменте мы делаем рекламные интеграции. Но так как это видео об АК-50, логично, что спонсор этого видео — я сам. Зацените, какой классный мерч. Классическая футболка вперед, Брэндон, со второй версией АК-50. Она доступна в моем магазине в Банкер Брэндинг. Я оставлю ссылки в описании и в закрепленном комментарии. Если вы захотите их купить, я обещаю вам, что все доходы от продажи футболок пойдут прямиком на разработку АК-50. Ну, либо они уйдут на алкоголь и распутных женщин. Это я могу обещать. И все же, здесь у нас полноразмерный функциональный 3D-макет. Видите? Даже затвор проворачивается. Прошу прощения за звук трущегося пластика. Но в этом макете все работает как надо. И я покажу вам. Скоро я покажу вам, как он устроен. Первое, что вы могли в нем заметить, это интересная форма приклада. Мы перепробовали огромное количество различных прикладов. У нас было очень много идей, и нас не устраивал ни один из вариантов. Но сейчас мне очень нравится, как все в итоге получилось. В этом месте у нас будет такой резиновый демпфер. А это... Дополнительная рукоять для стрельбы в положении лежа. Давайте покажу. Да, сбросил патроны со стола. Это отличная рукоять для дополнительного, более надежного хвата. Они есть на многих 50-ках и на другом подобном оружии. И мы черпали вдохновение у приклада пулемета Калашникова. Он имеет очень советские очертания приклада ПКМ. И мне это очень нравится. Кэшбэк 10% на всё. Закажите дебетовую альфа-карту с вечным бесплатным обслуживанием. Ещё одна интересная особенность — это усиленная передняя вставка. Такие часто встречаются на других версиях Калашникова, например, РПК. И на PSL. Во всех случаях, когда планируется использовать более длинный ствол, как в случае с РПК, или более мощный патрон, применяют усиленную переднюю вставку, которая смотрится очень круто. И также, разумеется, у нас есть прекрасное углубление в районе шахты магазина. Нужно ли оно здесь для дополнительного удержания магазина? Скорее нет, но вы должны признать, что выглядит оно очень круто. В дальнейшем нам понадобятся заклёпки, так как в этой версии АК-50 мы будем использовать штампованную ствольную коробку. Буквально вся ствольная коробка будет изготовлена из листового металла. Мы испробовали её на второй версии АК-50, и она показала себя просто превосходно. Со второй версией было много проблем, но со ствольной коробкой проблем не было. Это доказывает, что это был очень полезный и информативный тест. Переходим к передней части. Здесь у нас цевьё, которое по мне выглядит очень выразительно. Пару вещей мы здесь недавно изменили, но в целом всё здесь хорошо продумано. Здесь у нас газовый блок, почти такой же, как на АК, и также здесь установлен кастомный дульный тормоз J-Mac. Разумеется, J-Mac делает классные детали, одни из лучших и наиболее удачных дульных тормозов для АК, как мне кажется. И ещё они наши друзья, они классные. И если перед нами стоит задача максимально сохранить эстетику АК, и при этом использовать функциональную деталь, мы ставим J-Mac. Одна из самых сложных задач в разработке АК-50 была конструкция крышки ствольной коробки и приклада. И как вообще можно в нашем случае закрепить оптику, чтобы пристрелка прицела не сбивалась? Это слишком большое расстояние для детали, которая по задумке должна быть неподвижной. У нас есть по крайней мере одно решение этой проблемы, и вскоре мы поймём, работает ли оно на самом деле. Без лишних слов, перейдём к разборке оружия. Как вы видите, в нижней части ствольной коробки есть фиксатор с кольцом. Тянем кольцо вниз, проворачиваем, и крышка ствольной коробки снимается. Вот так. Это наша крышка ствольной коробки. Если вам интересно, в этих местах мы спаивали детали вместе. Разумеется, это огромная деталь для 3D принтера, а у нашего принтера не такая большая рабочая область, в которой, собственно, и происходит печать. Предельно допустимые размеры печати. Поэтому мы напечатали её по частям, и затем соединили вне принтера. Положу её вот сюда. И здесь у нас теперь небезопасный для стрельбы оголённый АК-50. Здесь мы внедрили очень много изменений. Правда, в этой версии у нас пока нет возвратной пружины, которая обязательно будет на этом оружии. Просто на макете её пока нет. Здесь у нас фиксатор, который крепит крышку ствольной коробки с этой стороны. Она крепится на двух направляющих, которые расположены на задней и передней вставках. И они сужаются. Чем дальше вставляешь, тем туже она зажимается. После многих фраз в этом видео можно добавить, она прям так и сказала. Но идея состоит в том, чтобы закрепить крышку ствольной коробки максимально надёжно в тот момент, когда срабатывает фиксатор. Легко устанавливается, и при этом не сбивается прицел. Наша затворная рама претерпела несколько косметических и также функциональных изменений. Но вы сразу заметите то, что здесь кое-что странное. Здесь используется штифт, шарнирное крепление вместо резьбового. Если сравнить это с газовым поршнем второй версии АК-50, где сам поршень крепится к затворной раме резьбовым соединениям, и, кстати, можно подумать, что это контргайка, что довольно забавно, так как это простая дульная гайка обычного АКМ. Мы подумали, что это будет весело. Своеобразная пасхалка. Газовый поршень закручен в затворную раму и дополнительно крепится заклёпкой вот здесь. Всё как на обычном АКМ. И также по виду затворной рамы можно сказать, что она сделана довольно грубо. И немного в стиле Фоллаута. В сравнении с тем, что мы планируем изготовить сейчас. Не, ну а что сказать, она же работает. Здесь у нас вот такие крутые изгибы. Мы скопировали их с винтовки застава М76, просто чтобы добавить стиля. Косметически это идёт оружию на пользу. Но настоящая причина наличия здесь этого шарнира кроется в том, что с затворной рамой второй версии АК-50 у нас были некоторые проблемы с её извлечением из оружия, так как при отведении затворной рамы назад до специальных вырезов, предназначенных для её извлечения, по причине её огромной длины газовый поршень всё ещё находился внутри газовой трубки. Проблема. Во второй версии АК-50 мы пытались провернуть затворную раму и давалось нам это очень непросто. Да и в целом такой способ не годится. На третьей версии мы решили использовать шарнир. И снимать затворную раму стало очень просто. И при этом сохранилась жёсткость соединения. И если вам кажется, что это гениальное техническое решение, то вы правы, потому что мы подсмотрели это у настоящего гения. Михаила Калашникова. В ПКМ он сделал то же самое, потому как столкнулся с такой же проблемой. Странно, ты сталкиваешься с новыми проблемами при увеличении калибра своего оружия. У ПКМ очень много общего с автоматом Калашникова. Это большой перевёрнутый АК с ленточным питанием. Для тех, кто не знает, Михаил Калашников принимал самое активное участие в разработке ПКМ. Это видно даже в названии. ПКМ. К это сокращение от Калашников. Прямо как в АКМ. Пулемёт Калашникова модернизированный. Да, и он придумал сделать газовый поршень на шарнире. Мы подумали, что это изящное техническое решение, и применили его в своём оружии. А здесь перед нами стояла ещё одна сложная задача. Геометрия ведущего выступа. Под конец мы его допилили, и он стал работать немного лучше. Но нам всё равно была необходима большая площадь его контакта с проточкой ведущего выступа. И эта проточка, которая является частью поворотного механизма затвора, разумеется, также скопирована с конструкцией АК, и также немного с ПКМ. А вот судя по новым деталям из макета, вы можете видеть, что мы значительно увеличили ведущий выступ. Прямо намного. Теперь это такой массивный выступ, и площадь его контакта в проточке ведущего выступа внутри затворной рамы теперь значительно больше. И мы надеемся, что это поможет нам предотвратить слизывание грани проточки ведущего выступа. Но также вы могли заметить, что при отведении затвора назад под прямым углом он не проворачивается. Затвор второй версии работал совсем по-другому. Там при похожем воздействии затвор проворачивался, потому что в проточке не было прямого участка. А это очень важно. Важно для самого глобального изменения, которое мы внедрили в третьей версии, и мы думаем, что она будет работать намного лучше по многим причинам. А именно, мы внедрили спиралевидную форму боевых выступов, что также присутствует на автомате Калашникова. Когда мы сделали три боевых выступа на нашем затворе, мы забыли об этой особенности, но нам пришлось о ней вспомнить, так как с ней все будет работать намного лучше, она же применяется на АК. Если посмотреть внимательнее, боевые выступы выполнены не под прямым углом. Да, на второй версии они плоские, и здесь они были такие всегда. А вот на третьей версии, если вы заметили, они выполнены по спирали. Поэтому, когда затвор движется внутри ствольной коробки и заходит в переднюю вставку, он буквально закручивается в нее, словно винт. Он проворачивается. Начиная с этого места, мы внедряем систему, которая, не буду усложнять описание, такую же систему, что применяется, например, на Сайге. Давайте я принесу ее. Это Сайга 410. Покажу на ней, что я имею в виду. Это поворотная заклепка или поворотный пин, как хотите называйте. Сейчас разберу, чтобы показать наглядно. Видите этот небольшой щиток, который закрывает прорезь в крышке ствольной коробки на этой Сайге? А на затворной раме есть специальный вырез, чтобы соответствовать этой детали. Возможно, вы начнете что-то подозревать насчет будущей конструкции, третьей версии АК-50, но об этом в другой раз. Но в целом, если посмотреть внутрь передней вставки, и да, она выглядит немного странно с торчащим стволом, так как это дробовик, они своеобразные. Но я имел в виду вот эту небольшую заклепку, торчащую вот здесь. Вот она. И ее главная задача состоит в том, чтобы при контакте с ней затвор начал проворачиваться. Она начинает вращение затвора. Дальше он вращается в проточке ведущего выступа, но именно в момент удара об эту заклепку затвор начинает вращение. Мы надеемся, что все это поможет нам с подачей патронов, работой автоматики и работой внутренних механизмов затвора, затворной рамы и передней вставки. Там, где происходит запирание, и, как правило, наибольшее количество проблем. Я надеюсь, что все эти нововведения помогут нам избежать большинство из них. Также мы значительно увеличили переднюю вставку. Рампа подачи патронов довольно массивная. Надеемся, она будет работать намного лучше. Мы везде предусмотрели конусные сужения. Инженерам среди вас понравится. И также мы нарастили толщину передней вставки. Тем самым мы увеличили толщину металла в районе крепления ствола. Просто, чтобы лишний раз подстраховаться. 50 BMG — это, блядь, большой патрон. Не стоит позволять ему выходить за рамки приличия. Некоторые знакомые ютуберы испытали это на себе. И это совсем не весело. Перед тем, как мы поговорим о цевье, давайте взглянем на ствол. Самая очевидная его особенность — это наличие продольного рифления. Это сделано, во-первых, для снижения массы. Чем меньше массы у вас в передней части оружия, тем проще это оружие вам будет удерживать. Если вы хотите быть психом и стрелять из этой винтовки с плеча, что, разумеется, я буду делать. Для снижения массы, для улучшения теплотвода, такое рифление очень сильно в этом помогает. И еще потому, что это смотрится очень круто. Что касается цевья, мы внедрили сюда один механизм, которым я очень горжусь. Он очень крутой. Это система его фиксации. Само собой, это цевье. Довольно массивное, и его крепление нельзя сделать прям таким же, как на АК, а уж такова природа зверя. Тем не менее, нам удалось оставить в нем еще одну пасхалку. Крепление цевья у нас реализовано почти таким же фиксатором, как на АК, но перевернутым. На автомате Калашникова нижнюю часть цевья удерживает вот эта деталь. Удачно названная фиксатор нижней части цевья. Очень изобретательно. На ней есть рычаг, и если его повернуть, ее можно снять. Разумеется, вы не сможете повернуть рычаг при установленной газовой трубке. На ней есть небольшая муфта, которая плотно фиксирует рычаг, чтобы ваше цевье не вывалилось, и все такое. Ну да, просто поднимаете рычаг здесь, снимаете газовую трубку, и теперь можно повернуть этот рычаг, и снять фиксатор нижней части цевья. Устанавливается он в обратном порядке. На АК-50 все цевье у нас крепится фиксатором, который открывается вперед, в противоположном направлении. Затем нужно его поддеть. Я стараюсь ничего не сломать, это же макет. И затем он вынимается. На этой модели сам фиксатор будет выниматься целиком. И теперь можно снять цевье. И, кстати, это наша газовая трубка. Сначала нужно было вынуть ее, да, какая разница? Нужно снять дульный тормоз для того, чтобы снять цевье. Да, мы заморочились. И нарезали на этих деталях нормальную резьбу после 3D принтера. Да, мы пошли немного дальше. Снимаем цевье таким образом. Снимается оно через переднюю часть. И вот оно, наше цевье. Скорее всего, мы его изготовим на фрезерном из алюминия. И здесь вы снова видите ствол, также с продольным рифлением. Опять же, для снижения массы, лучшего теплоотвода и внешнего вида. Это газовая трубка, минималистичная, ничего особенного. Цевье плотно садится на это утолщение ствола в районе передней вставки. Также у нас есть эти два штифта, которые фиксируются в передней вставке, чтобы цевье не проворачивалось из стороны в сторону. С ними оно крепится более плотно. Мне нравится, как все это выглядит, как все эти контры ствольной коробки совпадают с цевьем. Они переходят на цевье так плавно, что все это смотрится, как монолитная деталь. Мне очень нравится целостный подход в дизайне. Снова берем наш фиксатор цевья, вставляем его в это отверстие, проворачиваем, и теперь цевье закреплено. Продолжаем сборку оружия, вставляем затвор, обратно в затворную раму, сгибаем шарнир газового поршня, задвигаем, ну вот и все. Верну на место дульный тормоз с прекрасно нарезанной резьбой. Всем поклонникам 3D-печати это понравится. И теперь можно установить крышку ствольной коробки. Продвигаем ее вперед по направляющим. Разумеется, затвор закрываем. Ну и вот, мы снова собрали наш АК-50. Типа. Если вы помните, на второй версии у нас была проблема с креплением магазина. И мы... Он был довольно кустарный с самого начала. Изначально единственным способом крепления нашего магазина была только передняя защелка. И так как мы не знали ее нужного положения, в котором магазин бы подавал патроны бесперебойно, выяснять пришлось опытным путем. Мы использовали шестигранник, чтобы регулировать его высоту. И когда мы ее нашли, магазин все равно болтался. Так как был закреплен только одним долбанным шестигранником. Теперь мы знаем высоту посадки магазина. И также мы сделали шахту магазина таким образом, чтобы патроны подавались бесперебойно. И чтобы магазин в ней закреплялся одним простым движением. Разумеется, на крышке ствольной коробки мы расположили планку Пикатинни. И у нас было очень много переживаний касательно ее способности надежно закрепить на себе оптику. Будет ли она сохранять пристрелку? Надеюсь, что да, но мы это выясним. Итак, что у нас осталось? Разработка третьей версии, какой мы ее планировали, почти полностью завершена. Сейчас пора изготавливать детали. И мы уже начали это делать. Мы отправили друзьям чертежи, штампованных деталей для изготовления. Например, таких деталей, как ствольная коробка и крышка ствольной коробки. Также у нас есть заготовка для ствола, мы обработаем ее на фрезерном. В мастерской у нас есть фрезерный станок только с ручным управлением. Многое мы не сможем сделать сами, и обработку очень многих деталей придется отдавать на аутсорс. И поэтому я прошу вас об услуге. Сейчас мы ведем переговоры со многими мастерскими, и мы столкнулись с ситуацией, когда люди не хотят выполнять разовые заказы, что я абсолютно понимаю. Задача найти мастерскую, готовую изготовить для нас такие детали, как наша передняя вставка, например, сводит нас с ума. Говоря техническим языком, изготовление боевых упоров передней вставки здесь возможно только посредством электроэрозионной обработки, а еще нужно изготовить саму переднюю вставку. Многие мастерские кормили нас страшилками, и я подумал, что сейчас самое время обратиться к новостной рассылке AKG. Парни, если вы работаете в мастерской, или вы начальник мастерской, или еще лучше, если вы владелец мастерской и сможете нам помочь с изготовлением, я оставлю свой имейл в описании под видео. Пожалуйста, не пишите, я знаю мастерскую вниз по улице, или у моего друга есть небольшой фрезер в качестве хобби. Пожалуйста, мы готовы изготовить эту версию только в серьезных мастерских, которым это по силам. Но если вы работаете в этой отрасли, и вам это по силам, напишите нам письмо. Мы не ищем бесплатных услуг, мы просто хотим изготовить наш AK-50 так быстро и так точно, как это только возможно. В нем есть еще очень много крутых вещей и своеобразных интересных мелочей, что мы внедрили в AK-50, о которых я бы с удовольствием поговорил. Я ведь даже не упомянул предохранитель. Осталось еще очень много подобных крутых вещей. Но если говорить обо всем этом, видео будет длиться минут 30. Вы спрашивали меня, где прогресс по AK-50. Я подумал, что сейчас самое время показать вам, над чем мы работаем. Мы поставим сюда нормальный прицел. Я очень рад, что наше новое оружие наконец обретает свои очертания в том виде, в котором я могу им гордиться, а не в виде кустарного гаражного прототипа. Хотя в 80-й раз напомню вам, что даже он работал. Я очень рад заниматься разработкой этого оружия. И еще я рад показывать почти каждый шаг этой разработки вам, парни. Это здорово, это наше общее дело. Заканчивая на такой позитивной ноте. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И как обычно, увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok